Всем привет! Хотела с вами немного поболтать. Едем сейчас в здание в магазин. У нас были в гостях Сашины родители. Они почти две недели у нас были. Провели хорошо время. Вот. И потом неделю позже. Мы с Даней заболели. Мы всю неделю проболели. Теперь заболела у нас Алина. Мы уже в принципе выраздоровели. Даня завтра уже идет в школу. Был врача. Врач дал справку. Вот. Я себя еще чувствую не сильно так хорошо. Но все 100% еще есть кашель. И слабость какая-то непонятная. Саша повез родителей домой. Сам за рулем до самого Рубцовска. Завтра он уже выворачивается назад. Ну, на поезде приедет. Алина у нас еще в кровати лежит. Еще отходит. Уздоравливает. Температура уже нету. Слава Богу. Слава Богу. Такие вот у нас дела. Сейчас я вам покажу. Мы в шоке всю неделю. На улицу не выходили. На улицу теперь столько все пожелтело. С правой стороны уже ну и с левой стороны уже березки почти все лысые. Уже много листьев отпало. Но очень красиво. Ребята, я себе заказала посылочку на любимый Василек. Сейчас мы ее с вами будем распаковывать. Я уже давно хотела заказ сделать на любимый Василек. Теперь сделала накладная. Посылка очень большая. Здесь мы заказали носочки женские. Размер 37 до 41. Вот 5 пар взяла. Хлопковые. 80% хлопок и 15% полиамид и 5% лайкра. Такие вот качественные, классненькие. Резинка такая не тугая. Хорошенькое качество. Потом я себе взяла капроновые женские носки. Вот 10 пар и тоже очень комфортная здесь резинка. на них. Здесь я взяла спортивные брюки размер 48. Саши. Посмотрим. Мне кажется, это даже был самый маленький размер. Состав 80% хлопок и 20% полистер. Вот такие вот брюки. Ничего себе, Саши. Ну, Саши их надо будет подшивать. Это однозначно. Так как мы роста маленькие, но так в принципе по размеру классные. Пошив очень хороший тоже. хорошо вот все пошито. Качественно сделано. Смотри, как хорошо оберложено все. Качество тоже очень приятное. Хорошенькие штанишки. Так, здесь следующее у нас парео для бани женское. Одну Алины, одну мне. Алина взяла себе вот такой цвет. Вот такая вот парео. Это можно вот так продемонстрирую. Раз, закрыл, и все. И пойдем в баньку. Прикольненькая, да? Я себе такой уже взяла, только темно-синий цвет. Ну, антрацитовый, это серый точно, антрацитовый. Еще я взяла такие полотенчики вафельные для кухни. Вот такие вот вафельные. тоже очень хорошо прошитые. Два полотенчика вот таких взяла, полулен. Так, называются они Чудо-птица. Вот такой вот у них расцветок. Тоже очень приятные такие, хорошенькие по качеству. Взяла вот такие вот салфетки на Новый год. Вот салфетки из рогожки называются. Смотрите, какая прелесть. На стол вот так на тарелочку положить на Новый год. Тоже хорошо очень прошитые. И качество тоже классное такое. Вообще красота. И вот таких вот 8 салфеток еще взяла тоже штрихи графита. Вот такие вот тоже очень понравились мне. Классники. Следующий у нас на матрасник водонепроницаемый. Вот такой матрасник. У него здесь на каждом углу есть резиночка для фиксации, чтобы никуда он не сползал. и тоже качество классное. Ну здесь оно ну как клееночка такая вот сделала. Ну мягкое все классно. Еще взяла носки. Такая вот расцветка 5 штук. Бамбуковый состав 90% бамбук, 7% полиамид и 3% лайкра. Смотрите очень приятный на ощупь. Качество тоже очень хорошее. Это я Данечке взяла маечку. 100% хлопок. Вот такая маечка на зиму. Тоже пошито очень хорошо. Все прошито. Все оберложено. Вот и какой пошив хорошенький. Нигде ничего не торчит. Тоже хорошее качество. Здесь у нас комплект для Данечки мы взяли. Здесь вот идет маечка 100% хлопок и трусики. Тоже 100% хлопок. Такой красивый наборчик. Думаю Данечка будет очень рада. Полотенце 100% хлопок. Размер 70 на 140. Взяла желтый цвет. Выбирал Даня. Это его любимый цвет. Вот такое ему в душ ходить. или в баню когда баню купим. Очень классненькое тоже полотенчико. Качество тоже хорошее. Вот здесь я взяла еще себе такие 4 полотенчика. Размер 50 на 85. 100% хлопок. Сейчас мы его откроем. Вот такая прелесть. Красивый. Так вышито красиво тоже. Смотри. вот такая здесь вышивка. Тоже прошито все хорошо. Нигде ничего не торчит. Качество тоже очень хорошее и мягкое. Следующая у нас маечка. Такой цвет оливковый. Тоже 100% хлопок. Размер тоже 146. Тоже качество очень хорошее. Приятное. здесь еще 6 носков короткие. Хлопок носки высококачественные и коротенькие. Вот тут я взяла на пробу себе такие колготки верблюжья шерсть. 50% верблюжья шерсть, 35% хлопок, 10% полиамид и 5% эластан. Я мерзлячка. На зиму надо что-то потеплее. Взяла на пробу себе верблюжья шерсть. Так как в тюмине холодно говорят. Это уже качество очень хорошее. Вот такой вот поширь. Будем пробовать будет тепло или нет. Как держать будет верблюжья шерсть. Для Дани я взяла вот такие легкие брючки. Две пары ему взяла по дому бегать. Тоже рост 146 и 100% хлопок. Тоненькие хорошенькие. тоже качество очень легкое. Хороший пошив тоже, я скажу. Классно. Ну, а здесь я взяла Дани и Алины просто на резинке. Тоже 100% хлопок. Вот так вот называется Лёв весна. Взяла им обои одинаковые. Вау! Качество классное вообще. Все на резинке полностью. Все, смотрите, как пошито. Вот, смотрите. Вообще классненький. и это качество тоже хлопковое. Люблю вообще хлопковые все вещи. Красота. И вот такую еще, такую же просто, на резинке, только другим цветом. Вот, следующее у нас это подушки. Это подушка Евкалипт 70 на 70. Мы любим большие подушки, поэтому я взяла 70 на 70 размер. Сейчас мы ее откроем. Так как я, Алина, нечаянно сожгла подушку ее, когда мы переезжали сюда, в Россию, я решила купить ей новую взять. Очень, очень такая мягкая, набитая, не такая, знаете, как есть подушки такие полупустые, вообще такая пышная, смотрите какая, пошита очень хорошо, надеюсь, Алина будет на ней хорошо спать. Вообще, мягко, очень, очень приятно так. Еще одну подушку взяла бамбук, смотрите, какая у сумочка такая красивенькая, тоже 70 на 70, вот, тоже такая пышная, набитая, очень мягкая, вот, будем пробовать спать. Она из 100% хлопок, вот это, а внутри у нее 50% бамбуковое волокно и 50% полиэферное волокно. А, ну, здесь еще носки, которые я уже показывала, еще 6 штук. это чтобы были, потому что носки протираются очень быстро. Все, ребята, это все, что мы заказали, надеюсь, вам понравилась наша посылочка, ну, а ссылку на любимый Василек я оставлю внизу в описании. У нас здесь гости, смотрите, какая у нас погода, у нас уже, сколько у нас время, четвертый час? пятый уже, да? Красиво. Какая красота. С каждым днем тут все деревья все пустеют, пустеют, листья падают. Там вон Юра, Саша работают. ставят назад забор. Ну, и там в погребе делают ножки. Молодец! Давай! Ты готов? Да! Ой, Алина, Алина! Молодец! Готов? Давай! Саша приехал домой, он увез родителей домой и на поезде вернулся с Новосибирска опять сюда. Сейчас к нам приехал Юра, и он помогает Саше там забор сделать, и в погребе для второй крышки, для утепления еще приваривают там железо. Ну, короче, готовится к зиме. Вот. Погодка у нас вообще замечательная, такая классная. вышла немного погулять здесь, пройтись. Сейчас тоже ездили с Даней на велике по нашей деревне прокатились. Пока еще погода позволяет, думаю, с Даней покатаемся. Даня очень хотел. Вот. Красиво так вообще. мы всю неделю проболели. Я с первоздания болела. Потом заболел Сашин отец и Алина. Ну, Алина уже вот тоже почти уже выздоровела. Ну, как бы еще немножко там насморк кажется. Так все хорошо. Вот. У меня еще тоже немножко кашляет. Кашляю, когда особенно много разговариваю. Воздух как-то не хватает. Ну, вроде проверяю, все хорошо. Вот. Надо тоже будет потом еще по врачам походить, провериться еще раз после короны. Ну, а, я даже не сказала, мы болели короной. У меня были тесты еще. Я привозила с собой. Мы сразу проверили. Он показал позитивно. вот. Что уже все перенесли, слава богу. Саша вот приехал немножко сопливит. Говорит, в поезде, наверное, это простыл, там климу включали. вот. У нас уже вот там через наш лес видно уже соседей. Скоро здесь, когда будет все пусто. Кто-то ко мне идет. А? Алексей пришел? с Алиной играешь, да? Да. Да. Сладкий такой. Да? Аделина в садике. Он с Юрой приехал сюда к нам. Вот такие вот делички. Все работают у нас. Тут один стучит, другой там что-то сверлит. Работа у всех полным ходом идет. Мы приехали в строительный двор. Саша там брал на прокат. Теперь нам надо его сдать. всем привет. Всем привет. Вот уже такая. Мы приехали в Леруа. Нам кое-что надо купить. Нам надо по магазинам покататься, посмотреть зимнюю одежду, так как уже скоро будет холодно, зима. Вот. То, что ты сильно любишь. Сильно обожаю, особенно холод. сегодня у нас ночью был дождь. Солнышко все пытается пролезть, но тучки облачка ей не дают. Пойдем, пока машина летит. Я камеру что-то так переключила. Народу много, но все равно погода теплая. Хорошо, дождя сейчас нету. настоящая 8 красота. Так, вот что мы все купили. Потратили мы 7 тысяч 734 рубля и 10 копеек. Я заехал вот за этой штучкой. и за краской вообще-то. Взяли еще краску на забор. На заборчик. На то, что вчера приделали. Так, взяла Даня тоже еще шторы и тюльку. такие вот. Ну, потом что у нас здесь еще крючки эти для штор, кисточки. Так, крючков. Саше еще надо было вот такую вот щетку. Кисточки чтобы красить. Да, и все, да? И фанера. Кисточки Мы приехали в Сити Моу. Полицейский. Валяются они везде. Здесь, смотри, тоже впереди строится. Вы приехали. Хороший дом. Мы зашли в Башан. Сколько здесь колбасы. Глаза разбегаются. Сколько палок разных. А сыр. Как ценника нет. Цену не вижу находит. Там только грамот. Какая интересная. Смотри, обсыпанная, да? Прикольно. Дворянская. Специя. По акции. Скидка. Ну. Да. Всё. Вышли мы с Ашана. с магазина Сетимол. Ой, собачка сидит там. Ждёт, наверное, кого-то. Купили Алина себе обувь и Саша. Я себе ничего не купила. Я не знаю, сколько пар перемерила и ничего себе не купила. Нас пропускают. Вот. Не знаю. То мне то что-то не нравится, то мне там что-то не нравится, то размера нет моего. Но в этот магазин есть ещё. По Тюмень такие магазины. Поэтому съездим потом ещё в такой магазин. Может быть, там есть мой размер или может какая-нибудь другая. Мой фасон. Другая обувь. Что мне ещё понравится и будет как раз. Ну всё, теперь мы едем домой. Там ждёт нас Даня. Даня с нами сегодня не хотел ехать. По магазинам что-то он разлюбил с нами кататься. Вот. Ну и всё, наверное, сегодня, да? Будем отдыхать, кушать. Всем доброе утро. О, Саша уже покрасил все железки. Теперь прикручивает наконец-то наш забор. Всем привет. Мы с Юречком привалили новый профиль, трубу, и её пришлось покрасить. Ну да, ещё там, где варили, да? И все места, где сварка. Даня уже пришёл со школы и решил сразу убраться немного в машине, так как там уже много песка очень наносилось. Ну, уже грязная машина. Вот. Сейчас он там приберётся, пылесос достал, хочет пропылесосить. Саша себе здесь вот рабочий стол сделал. Готовит крышку для погреба сюда наверх. Сейчас я вам покажу, я ещё вам не показала. Здесь вот Юра, Саше сделали вот такие вот уголки. И вот эти вот десерты ещё для ног, чтобы можно было, когда спускаться, туда ноги вставить ещё. Ну, чтобы удобнее было. Листы ещё все не закрыли. Надо ехать ещё за шурупами этими. Чё, меряешь? За шайбочками, да? Ух, толп. Ну. Мне холосты. Классно? А мы вот это всё оставим? Ну, папе вот работать хорошо. Это ты сам делал? Доделал. По сантиметру надо. По сантиметру отрезать надо. Купили себе такую вот дощечку. Дощечку. Ну, как она? Фанерку. Теперь надо Сане её на сантиметр откоротить, чтобы она влезла в эту крышку. Будем утеплять крышку. На улице прохладно. На сегодня. Смотрите, какой у нас уже лысый лес. Берёзки уже все листья уже отпали. Здесь вот ещё немного осталось. Здесь уже всё. Хоть у нас и тучки сегодня, но всё равно солнце светит. что мы сегодня сделали. Покажу вам эту туйку, что у нас там сидело. Посадили её сюда перед гаражом. И вот эта вот маленькая ёлочка тоже здесь сидит. Если она будет сильно расти, то мы её выкопаем. Ну, пока так, чтобы хоть что-то было. Видел, Дань? Теперь да. Только что, да? Так, постепенно, постепенно, постепенно будет и здесь порядок везде. Давай, пылесось, а я пойду. Я картошку жарю, готовлю, кушать на обед.